Лето в самом разгаре, солнечных и теплых дней достаточно много. Это значит, что пора открывать летний оздоровительный сезон в загородных лагерях. Мы знаем, что в связи с ковидными ограничениями путевки достались не всем, поскольку количество детей в отрядах вынужденно сократилось. Об особенностях этого сезона мы поговорим с Галиной Синицыной, заместителем министра образования и науки Алтайского края. Рада видеть в нашей студии вновь. Добрый день. Здравствуйте. Когда лагеря открывают свои двери? Лагеря у нас в этом году, к счастью, работают в течение всего лета, и часть лагерей уже принимают детей. Это санаторно-оздоровительные лагеря, это лагеря с дневным пребыванием. Во многих муниципальных образованиях уже работают при школах такие формы занятости детей. Загородные оздоровительные лагеря, часть уже тоже приняли детей, и уже первая смена вовсю в детских лагерях проходит. Но, конечно, наиболее востребованная это смена вторая. В связи с тем, что у нас в этом году смены короткие, 14 дней, некоторые лагеря проведут 5 или 4 смены, в зависимости от своих возможностей. А санаторно-оздоровительные лагеря, они проходят 21 день. Поэтому сегодня мы уже более 50 тысяч детей в тех или иных формах лагерей уже приняли в Алтайском крае. Но все же акцент я хотела сделать на загородных именно лагерях. На сегодняшний день путевок, как я понимаю, нет. Путевки еще есть на некоторые сезоны. Например, есть еще путевки на первый сезон. Их можно уже будет тоже узнать на портале заявка 22, посмотреть, зайти на вкладки лагеря и созвониться с лагерем, уточнить, есть ли путевки или нет. Есть лагеря, которые реализуют еще путевки на второй, на третий сезон. Но, конечно, не каждый лагерь. Уже большая часть реализовали путевки, вместе с тем еще свободные есть. Нужно все уточнять через портал заявка 22, найти данные лагеря, уточнить, есть ли там путевки, и можно будет их приобрести. Ну, вы наверняка с какой-то там личной инспекцией бывали в одном из лагерей и видели, как ребята отдыхают. Вот эти ковидные ограничения, как отразились на работе лагерей? Они действительно на расстоянии там ходят? Мы понимаем, что сегодня детская такая вот аудитория, она живет по своим правилам, поэтому взрослые обеспечивают безопасность. Во-первых, действительно не разрешаются встречи с родителями. То есть дети приехали на две недели без возможности проведения родительских воскресений. Взрослые, персонал, который работает в столовой или обслуживает учреждения, они обязательно в масках. И обязательно наличие анализа на отсутствие ковид-19. Если вдруг такие вот смены, где сменный состав, то они каждую неделю сдают анализ на отсутствие заболевания. Потому что мы понимаем, что приехали дети все туда здоровые, и, соответственно, любой посторонний вход, он может являться источником распространения инфекции. Поэтому там вот эти требования очень строгие. Конечно, больше мероприятий в лагерях проходит на улице, там, где вот некоторые снижения требований санитарных служб. Потому что на улице ребята вместе со своим там вожатым, в отрядах, они больше проводят времени, тем более дни стоят солнечные, погода хорошая. В отрядах проходят только межотрядные соревнования, векторины, там, занятия. Стараются разводить потоки, и в столовой в том числе питание организуют таким образом, чтобы отряды сидели отдельно друг от друга. То есть эти требования тоже выполняются. Ну а так в целом, конечно, ребята проводят очень много вместе разных мероприятий. И пока мы получаем очень довольные эмоциональные отклики от ребят. Им разрешено пользоваться телефонами. Дополнительно сегодня во многих лагерях принимаются меры на возможности общаться через социальные сети. Вожатые родителям системно информируют о жизни, чтобы родители не беспокоились. Поэтому такая вот в этом году особая система организации летнего отдыха, но она вполне приемлема. То есть гостинец через забор передать никак не получится? Можно передать, да. Я как мама интересуюсь. Гостиницы можно, конечно, передавать, и они, безусловно, там определенный порядок передачи каких-то гостинцев, он предполагается в лагерях, забрать там вещи, какие-то дополнительные вещи привезти. Контактные вот эти встречи, они под ограничением. Мы с вами как-то уже встречались в этой студии, говорили о том, что в этом году путевки несколько подросли в цене. И обусловлено это чем? Лагерям необходимо приобрести санитайзеры, измерители температуры и так далее, определенные расходы. И вот вам приятный бонус, кэшбэк. Надел он, конечно, шуму, особенно первые дни, когда еще непонятно было, куда бежать, с какой картой мир платить, надо ли расторгать предыдущий договор и составлять новый. Ну то есть сейчас-то уже все понятно? Прозрачно стало? Да. Сейчас определен порядок возмещения части оплаченной родительской доли. И мы также на портале заявка 22 все алгоритмы действий для родителей разместили. Но напомню еще раз, сегодня многие, конечно, купили путевку до 25 мая, до даты, когда начал действовать кэшбэк. Кэшбэк – это второй год уже реализуемая форма поддержки тех, кто путешествует по России. И вот теперь в этом году в эту же услугу включили детские оздоровительные лагеря, приобретение путевки на отдых в лагеря Российской Федерации. И понятно, что вот кэшбэк сегодня уже у нас воспользовались больше уже 2,5 тысяч родителей. Он отработанный и никаких проблем по возврату не доставляет. Это обязательно должна быть карта лояльности программы участия вот в этой форме поддержки. Чаще всего это карта МИР, которая прикреплена к этой программе лояльности. Зарегистрироваться очень просто. Там «Привет, МИР!» или там другой какой-то есть переходный такой поисковике посыл. И в течение нескольких минут ввести некоторые данные по карте по своей, и она прикрепляется к этой программе лояльности. И после этого приобретается путевка. Также на сайте «Заявка-22» весь путь обозначен. Родитель выбирает лагерь, пишет там заявление, получает часть компенсации из краевого бюджета, оставшуюся часть оплачивает через туроператора. И если лагерь прикреплен сам к этой системе платежной, то через... Да, еще и не все лагеря в райском крае. Ну, потому что сроки были небольшие, а здесь нужно определенные иметь требования для прикрепления. Перечень тоже можно посмотреть на заявку. Обязательно, да. То есть там в каждый лагере указано, либо он работает через туроператора, либо сам самостоятельно через программу. Потому что, в принципе, прикрепление к этой программе – это наличие определенных условий, которые не у каждого лагеря есть. Поэтому в таком случае лагерь прикрепляется к услугам туроператора, которые у нас в Алтайском крае тоже не все туроператоры к этой программе, прикреплены. Ну, вот мы рекомендовали те, которые точно уже знаем. И лагеря выбирали сами, в какой они сегодня... Какому туроператору они заключат договор на оказание этой услуги. Ну, все это такие технические организационные моменты. Они для родителей не столь интересны, потому что для них важно, какой путь пройти, чтобы воспользоваться кэшбэком. Давайте прям пошагово, очень тезисно. Да. Значит, заходим на заявку 22, выбираем лагерь, который нам понравился. Значит, подаем там заявку на получение компенсации, которая идет всем гражданам, проживающим в Алтайском крае, детям до 15 лет включительно. Это как бы алгоритм приобретения путевки. Мы с вами об этом говорили. А я вот лично путевку уже купила. Да, сейчас я расскажу про это. И теперь я бомбуюсь, что я ее приобрела, оплатила полностью до 25 мая. И не картой мира оплатила. Что мне делать? Сейчас я все расскажу. Вот сейчас просто закончим, что вот есть еще путевки, которые не реализованы, и есть возможность воспользоваться кэшбэком и купить путевку для детей, которые сейчас еще реализуются. Значит, мы на заявке 22 получили часть, получив подтверждение о том, что вы воспользовались услугой компенсации из краевого бюджета, оставшуюся долю стоимости путевки оплачивается либо через лагерь, либо через туроператора. И вносятся там определенные данные, и в течение пяти дней часть, ну, 50% от оплаченной стоимости, но не более 20 тысяч, родителям возвращается. И уже очень многие получили возврат за приобретенную путевку после 25 мая. Для тех родителей, которые купили до 25 мая, существует другой порядок получения этого возмещения. Этот порядок предполагает, что первое, ребенок должен съездить в лагерь. То есть вы купили путевку до 25 мая, и обязательно этой услугой надо воспользоваться. Съездил ребенок в лагерь, это вот некоторые уже после первого сезона начнут получать возврат, после второго, третьего, но в любом случае после завершения поездки в лагерь. Такое заявление дальше подается на портале госуслуги. То есть я после получения услуги захожу на портал госуслуги и нахожу по вкладке возмещения части оплаченной путевки в детские лагеря. Там эти ссылки сегодня висят прямо на баннере. По этой ссылке нужно будет пройти и, значит, написать там, оформить там заявление. Неважно, по какой карте вы оплачивали эту путевку до 25 мая. Наличными в лагере или по другой карте другой системы платежной. Важно, что в момент написания заявления у вас должна быть открыта карта МИР и она должна быть привязана к программе лояльности для того, чтобы можно было оформить ее для возврата кэшбэка. Причем не обязательно, чтобы эта карта была именно держателем родителей или опекун. То есть в этом случае карта должна быть. Не должна быть именно данные этой карты указываются, они на нее, средства будут переводиться. Поэтому вот первый момент, который задает родители, если оплатили не по карте МИР. Это неважно. Важно, чтобы она была открыта или имелась такая карта для заполнения заявления. Потому что возврат будет идти через программу карты платежной системы, привязанной к программе лояльности. Второй момент. Что еще важно помнить? Для того, чтобы это заявление было принято, а оно будет автоматизировано, сейчас туда введены на портал госуслуг, реестр лагерей, которые участвуют в этой программе, ну и в целом, которые продавали родителям путевки. Еще будет там подтверждаться, на самом ли деле ребенок в этом лагере был. Поэтому для того, чтобы это заявление было рассмотрено, нужно будет каждому родителю внести два еще момента. Это электронный вариант договора с лагерем, что ребенок на самом деле там был. И платежный документ, который либо это чек, либо это будет другой какой-то документ, который подтверждает, что вы эту оплату провели. Это нужно будет отсканировать или, если она у вас есть в электронном варианте, просто прикрепить. И на этом все. Дальше уже органы власти на местах, здесь в субъекте, они проверят это заявление, что на самом деле услуга эта была оказана, что на самом деле такой ребенок отдыхал. Ставится потом электронная подпись, и документ отправляется на оплату. С учетом того, что вот есть несколько таких этапов проверки этого заявления, то уже кэшбэк возвращается не в течение пяти дней, а подольше, но в течение месяца эти деньги будут переведены. Такое заявление можно будет подать вплоть до 15 октября, то есть после того, когда ребята уже все вернутся. То есть не надо торопиться, не надо никаких заявлений там дополнительно никуда писать. Все через портал госуслуги. И тем более не стоит возвращать путевки для того, чтобы воспользоваться кэшбэком уже по программе вот пятидневного возврата. Потому что это просто путь, который удлинит сегодня отправку ребенка в лагерь, потому что если вы сдадите путевку, а лагерь уже все путевки реализовал, то вновь вы ее купить не сможете. Поэтому сегодня предусмотрены варианты и для первого, и для второго случая. Просто нужно знать и этим воспользоваться. Если что-то непонятно, у нас на портале заявка 22, есть размещенный алгоритм действия для той или другой группы родителей, и есть телефон горячей линии, который можно будет воспользоваться и получить еще дополнительное разъяснение по телефону горячей линии. У нас буквально минута до конца эфира. Вот если не все детки попадут в лагерь по определенным причинам, для них организована в городе работа. Начали же пришкольные лагеря вновь открываться. Я помню, в моем детстве это было очень даже удобно. Да. Мы очень рады, что пришкольные лагеря тоже принимают детей, и поэтому почти в каждой школе, в том числе и города Барнаула, такие площадки так называемые, они развернуты. И в этом году там интересная программа, и исследовательская, и проектная деятельность. И тем более, что сейчас многие ребята зарегистрировались в проекте «Большая перемена», и они вот уже сейчас начинают создавать командные проекты, и призом для этих ребят может стать поездка в город Ялта грузов «Артек». Поэтому это прекрасные призы, или получить 200 или миллион рублей на свое дальнейшее образование. Поэтому и вот эта форма, придуманная и созданная для ребят в Российской Федерации, сегодня очень интересная. Кроме того, многие муниципалитеты по месту жительства сегодня проводят площадки и «Дворовый тренер», и «Игры нашего двора», и тоже много очень мест организуют детям для того, чтобы они провели безопасно и полезно лето 2021 года. Ну, я думаю, что наша беседа с вами тоже была полезная для многих зрителей. Спасибо, что пришли к нам в студию. Всего доброго. Ну, я напомню, что сегодня у нас в гостях была Галина Синицына, заместитель министра образования и науки Алтайского края.